Всем привет! В эфире НТВ программа о спорте «Хет-трик» в студии Артемий Катков. И сегодня расскажу, что интересного произошло в Нижегородском спорте за эту неделю. Погнали! Сборная Канады В матчах на турнире заработал 6 результативных баллов, став вторым бомбардиром словаков на турнире. А за США выступал защитник нижегородского торпеда Крис Уайлдмен. Вместе со своей командой он дошел до полуфинала, где американцы уступили как раз канадцам. И в матче за третье место сборная США, обыграв немцев, взяла бронзовые медали. Надеемся, что защитник продлит контракт с торпеда и продолжит выступать за нижегородцев. На этом его успехи не закончились. Континентальная хоккейная лига провела торжественную церемонию вручения наград лучшим игрокам сезона 2021. В номинации «Самый результативный защитник» победил нижегородский американец Крис Уайлдмен, по итогам сезона набравший 41 очко. На саму церемонию он приехать не смог, потому что находился в расположении сборной, но записал видеообращение. Награду Криса вручили генеральному директору хоккейного клуба «Торпедо» Александру Харламову. И вот что он сказал после этого. От всего хоккейного клуба, от всех болельщиков в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода нам вдвойне приятно и почетно, что в нашей команде играют такие игроки, которые номинуются и становятся лучшими игроками КХЛ. Также я имею в виду и Дамира Жафярова, который также в этом году очень себя сильно проявил. Так что большое спасибо. Надеюсь, что эти игроки еще порадуют нас своей игрой. Спасибо. Не только «Торпедо» порадовала на этой церемонии нижегородских болельщиков хоккея. Лучшим игроком женской хоккейной лиги по итогам прошедшего сезона стала голкипер нижегородского «Скифа» Валерия Меркушева. Лучшего игрока выбирают главные тренеры команд ЖХЛ и Валерия соперничала с двумя другими хоккеистками. Это Александра Карпентер из Ванкирейс и Ольга Сосина из Агидели. И все же, великолепная игра нижегородской красавицы, по-другому ее нельзя описать, позволила завоевать эту награду. Добрый вечер. Хочу поблагодарить моих родных и близких, которые поддерживали меня и верили на протяжении всего сезона. Хочу поблагодарить свой клуб «Скиф», команду «Тренерский штаб» за доверие. Ну и, конечно, мою первую спортивную школу «Орбита Зеленоград». Я всех помню. Всем привет! Ну и, конечно, спасибо всем тем игрокам, которые так не смогли мне забить в сезоне. Спасибо всем игрокам, которые мне не забили. На мой взгляд, самое лучшее завершение речи. Не уходим от хоккея. Если в КХЛ и ЖХЛ сезоны завершены и уже подведены итоги, то вот сезон у маленьких спортсменов из команд по слэдж-хоккею «Чайка» и «Торпеда» сезон только подходит к своему завершению. В Нижнем Новгороде прошел Кубок Нижнего Новгорода и в гости к нижегородцам приехали игроки московского «Динамо». Турнир по слэдж-хоккею в Нижнем Новгороде уже становится привычным явлением. Все больше жители города узнают об этом виде спорта, а тут еще и две детские команды показывают хорошие результаты. Чтобы закрепить успехи и подготовиться к заслуженному отдыху, в Дворце спорта «Юность» провели первый в истории города турнир по слэдж-хоккею среди детских команд. В этот раз участие принимают «Торпеда» слэдж, «Чайка» слэдж и «Динамо» слэдж из Москвы. Для того, чтобы дети получили игровую практику, чтобы они играли, чтобы они общались, чтобы они социализировались через спорт. Ну, действительно, мы уже увидели, что через спорт, даже не через тренировки, а именно через хоккейные мероприятия, через игры, дети развиваются быстрее, дети растут быстрее и общаются, и все это на пользу. Перед началом игр юных хоккеистов пришел поддержать галкипер молодежной хоккейной команды «Чайка» Евгор Громовик. Он пообщался, можно так сказать, с одноклубниками и открыл вместе с почетными гостями турнир. Просто пожелал удачи. Поговорили, что это все равно, хоть и товарищеский турнир, но нужно выходить и играть. Чтобы побеждал хороший хоккей. Я помню, когда открывали только презентацию была «Чайки Слэдж», они такие вышли мелкие, еще ничего не умели, а сейчас уже опытные, хорошо играют. Главным сюрпризом для болельщиков стала «Чайка Слэдж». Изначально она создавалась как реабилитационная команда. Несмотря на два поражения на турнире, игроки продемонстрировали качественный хоккей и упорство в противостоянии с заведомо более сильными соперниками. При этом абсолютно все отметили, что спортивный азарт в играх с разными соперниками раскрывает у детей «Чайки» новые способности и навыки, а их игра становится все более осознанной и мастеровитой. Этот турнир очень важен для «Чайки», потому что в этой команде играют ребята с наиболее сложными диагнозами. И, конечно, такие ребята в основном на турнирах не участвуют, потому что всегда каждая команда отбирает именно сильных игроков. И данный турнир как раз и позволяет «Чайке» поучаствовать тоже, почувствовать вкус победы, забитые первые шайбы, и также пообщаться с друзьями, как социализация для детей. По итогам соревнований первое место занимает команда «Торпеда Слэдж», вторые – юные хоккеисты «Динамо» из Москвы. «Чайка Слэдж» занимает третье место. Кубок остается в Нижнем Новгороде, и организаторы планируют сделать этот турнир ежегодно. А теперь возвращаемся в лето. Нижегородские спортсмены по академической гребле возвращают Нижегородскую область в ранг ведущей школы. В Москве прошла международная регата «Гранд Москоу Регата». И на ней воспитанники училища Олимпийского резерва завоевали несколько медалей. Выловить спортсменов из воды отправился мой коллега Владимир Смирнов. На территории Федерации академической гребли, что уютно расположилась в водной акватории Гребного канала, нам удалось и посмотреть за тем, как к будущим стартам готовится кандидат в мастера спорта по академической гребле Даниил Смирнов. Нижегородский спортсмен на большой московской регате вместе с земляком Михаилом Питгайцем выиграл в составе восьмерки серебряные награды. Интересно было очень. Выступили мы успешно для нашей команды. Показали отличное время. Жаль только не смогли обогнать молодежную сборную. Даниил Смирнов успешно выступает в основном в составе юниорской сборной России. В начале июля ему в составе команды предстоит пройти отбор в Казани на первенство мира. Рядом здесь же на воде мастер спорта по академической гребле Анастасия Баженова. В столице на международном турнире, выступая в четверке и восьмерке, завоевала, соответственно, золото и серебро. Все запланированное получилось. Я довольна итогами соревнований. Призерка Европы Анастасия Баженова в рядах национальной сборной страны готова в этом сезоне покорять любые пьедесталы. К таким же успехам готова и мастер спорта Элина Голубева, которая в столице, выступая в восьмерке, завоевала серебряные награды. Впереди спиртокеада. Это очень важное соревнование. И мы надеемся, у них минимум призы. Неоднократная призерка России в этом году планирует в национальном составе сборной России достойно и успешно представить наш регион. Вот такие самые последние новости от участников Гранд Москва Регата. Оценка выступлений нижегородских спортсменов дана и тренерским штабам. Оценка высокая. Спортсмены достигли того, что хотели. Первые и вторые места, в принципе, вполне адаптны. Юношеская сборная мальчиков проехала вполне достойно. Всего лишь несколько секунд они проиграли молодежной команде. Настя Баженова отобралась на соревнования. То есть я считаю, что все вполне успешно. Вот таким было интересное и действительно впечатляющее знакомство с участниками большой московской регаты. Многие нижегородцы, как мы видим, первое место и второе место. Это говорит о правильном спортивном совершенствовании Федерации академической гребли Нижегородской области. На этом достижения нижегородских гребцов не заканчиваются. В Польской Познане завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каное. 600 спортсменов из 35 стран выявляли лучших. Нижегородский гребец-байдарочник Юрий Постригай занял третье место в дисциплине К2 на 200 метров. А парканаист Артем Воронков стал обладателем бронзовой медали в дисциплине КЛ3 – 200 метров. Поздравляем наших спортсменов! Продолжаем выпуск. Нижегородец Тахир Токарев во второй раз стал чемпионом мира по рукопашному бою. Международный турнир проходил в Узбекистане. Я встретился с бойцом и он рассказал о своем выступлении. Чемпионат мира проходил в Ташкенте, Узбекистан. Прошли они с 4 по 7 июня 2021 года. Сколько точно не могу сказать, принимал участие бойцов. Но более 200 – это точно. Я провел три поединка. Первый бой, получилось, я сошелся с хозяином этого турнира, с бойцом из Узбекистана. Выиграл его досрочно 11-1. Но, в принципе, это не говорит, что бой был какой-то легкий. Первые две минуты так поджимали друг друга, пытались как-то разведку включить. Затем скандировали опять Узбекистан, Узбекистан. И как-то тяжело было войти именно в соревнования. Потому что был перелет ночной. Затем мандатная комиссия, взвешивание. Все это в течение дня поспать не удалось так особо. И поэтому немножечко силы потратили именно на дороге. И приходилось уже биться, как бы немножечко уже не в полном комплекте, вот так сказать. Следующий поединок – это был добоиц из Украины, Набока Егор. Мы потом познакомились им. Там тоже так получилось, что вначале сам я пропустил удар в корпус. И подумал, что в стойке нечего ловить. Я поэтому перевел бой в партер и отломал ему руку. То есть тоже камни. В течение минуты, в принципе, получилось разобраться с соперником. А финальный поединок уже прошел через день после этого. То есть, в принципе, уже получилось восстановиться, выспаться. Конечно, узбеки и судьи узбекистанские, и, в принципе, вся публика, они, конечно, ждали, что Узбекистан выиграет наше сражение. И бой до последнего был напряженный, равный. До последних секунд счет был равный. То есть 10-10, 9-10, вот так вот. Но при этом все равно я оставался в лидерах. И было, знаете, такое тревожно немного удержать вот это преимущество. Один балл на самом деле небольшое преимущество, но главное его не потерять. И, естественно, в конце просто нужно прибавлять, чтобы и картинка боя видели, что действительно, да, выиграл, допустим. И вот как раз, когда я прибавил, я сделал бросок, очень фееричный достаточно получился. Затем перешел на удержание. И в конце с ноги в голову попал, два балла еще, и, то есть, оторвался. Со счетом 12-9 я одержал победу. В финальном поединке мы бились, и бывало моментами, что мы понимаем, что бой-то равный, и до последних секунд мы улыбаемся друг к другу. Потому что, ну, это уважение действительно. Понимаешь, что соперник достаточно равный тебе. И, в принципе, почему ты лучше, почему ты достойнее, а он нет. То есть, в этом понимаешь, что, в принципе, сейчас он может выиграть, сейчас ты. Вот и... А уже кто победу вырывает, в принципе, ну, значит, вот ему действительно нужнее было. Значит, он больше подготовился, значит, он больше хотел выиграть и победить. Бывало такое, что я сходил с соперниками, которые хотели победить, несмотря ни на что, и нарушая правила, и давили на судей и так далее. Но, в принципе, я считаю, что чем чище спорт, чтобы он был не в политике и не в каких-то личностных взаимоотношениях. Но главное, спорт спортом, а все остальное уже за ковром. Поэтому, конечно, надо оставаться в главную очередь человеком. Чемпионом мы можем и не быть завтра, а человеком обязаны оставаться. Сезон уличного баскета в самом разгаре. Федерация баскетбола Нижегородской области провела уже несколько открытых турниров и в Нижнем, и в городах области. Первый в истории «Жаркап 3 на 3» прошел на парковке торгового центра в Нижнем Новгороде. Там определили чемпионов сразу в четырех дивизионах. Лето в самом начале, а сезон уличного баскета идет полным ходом. Парковка, несколько колец и отличная погода. Все, что нужно для проведения турнира «3 на 3» по стритболу. Четыре дивизиона – опенмен, опенвумен, а также две детские категории, где соревновались учащиеся школы баскетбола поколения и воспитанники специальной школы-интерната номер один. Всего в уличном турнире принимают участие 15 мужских, 5 женских команд, две команды из детского дома и четыре школьных. В дивизионе, где выступали воспитанники специальной школы-интерната номер один, чемпионство оформила команда «Молния». А среди воспитанников школы-баскетбола «Поколение» победителями стали ребята из школы номер 119. Скорее всего, мой бросок последний, и крючковый. Потом еще забили последний. Серьезные баталии проходили во взрослых дивизионах у девчонок. За первое место боролись команды «Университет» и «Сбер». Студенткам удалось взять верх и стать чемпионками. А вот в финале у мужских команд свое первое чемпионство оформила самая активная и самая известная среди стритбола команда «Лос Автос». Мы сегодня показали отличную игру на всех этапах, в групповом этапе, в плей-офф. Ну и без фарта никуда не вошлось. Наш победный бросок от Федора Лушина. За это респект ему. Уличный баскет продолжается, и круто будет очень скоро. 19 июня на парковке торгового центра «Мега» пройдет второй тур стритбол-горький «Кстова Опен». Надеемся, что погода не подведет и в этот раз, и будет жарко, а уж атмосфера будет точно подходящей. На этом новости баскетбола не заканчиваются. Тренер с нами еще на два года. Даже в этом предложении становится понятно, о чем речь. Как написал в своем инстаграме баскетбольный клуб «Нижний Новгород», можно бесконечно смотреть на несколько вещей. Одна из них – то, как работает Зоран Лукич в Нижнем Новгороде. На эмоциональные перформансы главного тренера – болельщики Нижнего. И мы будем смотреть еще два года. Зоран Лукич, лучший тренер сезона 2021 по версии Лиги чемпионов, продлил контрактное соглашение с Нижегородским клубом. Можно сказать, что желание Зорана Лукича оставаться в Нижнем до пенсии, как он сказал в интервью, начинает сбываться. В прошлый раз из-за хронометража программы мы не смогли показать полное интервью тренера. А сейчас как раз есть повод посмотреть на не вошедшие в прошлый раз. Поэтому смотрим. Зоран Лукич стал тренером сезона в Лиге чемпионов ФИБО. Насколько приятна, наверное, такая награда? Это приятно. Я сам уже сказал. Просто правоочеред. Правоочеред, когда голос этот дляют ваши коллеги. Значит, это не вариант просто голоса от болельщиков. Это в основном было голосование менеджмента и тренерских, тренеров, соперников, выступающих в этом сезоне в Лиге чемпионов. Поэтому очень приятно. Я рад, я рад. Я сам сказал. Ничего без игроков и тренерского состава. Это не только моя награда. Это огромный вклад имеет тренерский состав. Со тренером Жуковым, по Козинам, по Димам. Наша скорая помощь. Все они плюс игроки, что участвовали в этом. Нету тренер. Этот тренер как единка. Он не тает. Он не имеет какую роль режет или принимает какое решение. Но все равно тренер без игроков, без своей команды, он ничего не может сделать. Зоран, у нас в Нижнем Новгороде костяк команды. Да и в принципе состав в основном состоит из российских игроков. Из наших. Да, и всего три легионера. Это прям цель Нижнего Новгорода, чтобы в основном были российские? Это желание. Это наше огромное желание. Мы питаемся возможностей с рынком. То есть в переходном периоде сейчас уже начинается за нас, заканчиванием чемпионата, то есть плей-оффа в ВТБ. Начинается селекция команды. И сейчас зависит от возможностей самого рынка. Конечно, моя главная мечта, даже какой сезон, сыграть и без игроков с иностранным паспортом. Но это очень трудно. И фактически, могу сказать нереально, но у меня есть такая надежда. Я думаю, она неплохая. И самисти видели в этом сезоне. Да это ребята способны. Просто им надо доверяться. Им надо работать. Работают, а потом и доверят. Эх, сейчас идут вторые вопросы. Сумасшедших желаний, типа результата и всего остального. Иногда это не совпадает со возможностями. Поэтому для меня, лично для маньяка тренера, это мое внутреннее чувство. Я работаю со своим. В целом будут сильные изменения по составу Нижнего Новгорода на следующий сезон? Я уже внутреннее свое мнение, но реально, имею. Тогда, конечно, бы я хотел видеть Андрея в следующий сезон. Конечно, бы я видел многих других игроков в следующий сезон в Нижнем Новгороду. Но я очень хорошо понимаю. Да наш рост сейчас очень интересен всем топ-клубами в этой лиге. Поэтому я ожидаю серьезные изменения. Я желаю этим игрокам. Знаете, я бы хотел до Нижнего Новгорода успеть задержать эту костях, эту команду. Я хочу это. Понимаете, опять говорим, одно желание и слова. А другое, на самом деле, что они получат от других коллективов. Это очень просто. Если Нижний хочет их задержать, он четко должен знать, что им нужно предложить. Очень хорошо показывает себя молодежка баскетбольного клуба Нижний Новгород. Второй состав завоевал бронзу. Третий состав завоевал серебро. Как-то следите за подрастающим поколением? Конечно. Может быть, присматривали уже кого-то? Очень неплохую работу сопровели тренерский состав. Грилов, Гриловский, Крилов. Сиднев, который был тоже как ассистент тренера. Легко, не легко, а тяжело добиться результата. Извиняюсь. Тяжело добиться результата. И еще тяжелее остаться на этом уровне. Боюсь, что вот это сейчас, что происходит, это продукт последние два года. К сожалению, в этом году мы не успели в самой селекции добиться того, что нам нужно. Не успели просто. Им огромный минус. И это, кажется, уже в следующем сезоне будет очень трудно. Главный тренер с нами на следующий сезон? Я надеюсь. Я хочу остаться с нижними. Это уже сказал. То им просто мелочи, какие надо уточнить. Мы с ним давно о этом разговаривали. Просто я тут имею в виду информацию. В конце декабря начало января. Есть маленькие мелочи. Вот сейчас, знаете, проблему менеджменту. Коронавирус изошла туда. Самое важное для них хорошее здоровье. Это пройдет. И очень быстро мы это решим. И я хочу, Зоран. Я сказал, если нужно, до пенсии. Если можно, до пенсии останутся здесь. Отлично. Это очень хорошие новости. Зоран, не могу не спросить про болельщиков. Выезжали почти на все матчи. На самые тяжелые поддержки. Огромное спасибо. Давайте с этим заключительным игром Москвы. То, что они сделали за коллектив. Как они нас поздравили. Я думаю, тоже это заслуга игроков. Как они, с какой самодачей они вышли играть с таким грандом. Сколько они близко были. Реально. Близко были победы. Поэтому спасибо им огромное за такую поддержку. Я просто приглашаю всех продолжать поддерживать. Эту команду, этот коллектив. Смена имиджа в сезоне. Ну, не то, чтобы смена имиджа, начал носить очки на играх. Это имидж или это все-таки? Я не связан с имиджем. Просто свидетельство рождения такое. Да, уже пора. Уже пора. Поэтому время, проблемы есть. Сейчас закрывать на глазах, это бессмысленно. Нет, это проблема вообще. На меня есть волосы, или я хорошо вижу, или не вижу. Это очень просто. Ситуация такая, да. Линзе не хочу. Просто не хочу с этим заниматься вообще. Если тогда-то, вот, решил, уже пора. Сказали врачи, пора. Но, тем не менее, стильный, очень эффектный. Ну, ну, я в этой ситуации, конечно, если уже выбрал, носить очки, конечно, выберу что-то там интересного. Да, конечно. Не просто так поставить. А в этом году большой юбилей главному тренеру 50. Дотянуть до 50. Да, да, да. Дотянуть до 50. Есть такая фраза, мой шутил. С таком фразом. Ну, да, юбилей. Наверное, наверное, не наверное, точно. Я уже имею такое свое. Как это, вы называете, тараканы. Али, наверное, это будет последний день рождения, который я буду отмечать просто. Все, уже подводная лодка идет вниз, снимает другое направление. И 50 дотянуть, отметить, как положено. Все. А потом, конечно, самое важное, достанется энергия, здоровье. Он давно служит. И я доволен. Уже смотрим за нами, кто идет там. Там есть. И буду отмечать их день рождения. Какой бы подарок от команды хотел бы получить? Я? Да. Какой подарок? Он, конечно, невозможный. Я хочу, да. Мой подарок, он что хотел бы, команда, да, они останутся здесь. Но поймите, я первый буду. Если я узнаю, да, у меня хорошее предложение. Я их первый буду пинать отсюда. Потому что одно, профессионализм, все. Я хочу. Не представляете, сколько это тяжело. То сутки на два, в основном три года. Вы добираетесь. И потом, я уже ожидаю, я знаю, да, минимум, сейчас четыре шага назад. Не потому, что мы хотим, что-то там плохо. Но это, 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 это смена, которую мы не выдерживаем. А я уже прошел. Мы не переживем это. Я уже это прошел, сколько лет назад. И в той тяжелой момент, я бы хотел остаться работать с этим. Ну, это не самый большой подарок. Но прекрасно понимаю, есть их семьи, детишки, они о этом должны думать. Начинали программу со сборных, ими и завершим. Чемпионат Европы по футболу начался. И уже завтра сборная России сыграет свой первый матч. Игра будет непростой. Все же в соперниках бельгийцы. И уже есть отличное место, чтобы посмотреть большой европейский футбол. На площадке «Спортпорт» дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области подготовила фан-зону. Она будет действовать 12 и 16 июня на матчи сборной России. И сейчас решается вопрос о 21 июне. А я напомню, сборная России по футболу в группе «Б» сыграет три матча с Бельгией, Финляндией и Данией. Два матча российские футболисты проведут в Санкт-Петербурге. Но будем надеяться, что не последние. Так что собираемся на «Спортпорте» и вспоминаем атмосферу 2018 года. А на этом у меня все. В студии был Артемий Катков. Увидимся через неделю.